Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 746. События дня. Псалом 3.3. Многие говорят, душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою за 28 декабря 2017 года. Ну и дальше. Откровение 12.10. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьеваших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Вот стихотворение я рассылаю иногда, а на него какие идут отзывы. Благодатное время. Смотрю по утрам, широкие крылья зари розовеют, маковка купола крест, непрекаянный храм, перевалочной базой для список суховеев. На небо смотрю, запрокинув свою заземленность, перо пролетающей птицы нашел возле церкви. Крапива красуется в рост у раскидистых кленов, как будто не люди здесь жили, а черви. К коротенькой жизнью они дорожить не умели. Ушли, растворились, небывшее их житие. Проржавленный остров деревни маящит на мели. Висели молекул российских, безмерно их питье. Божественным чудом природы девицы не знали. Хотя по сезонам оно наплывало не тайно. Кладили пропоясы отступников гнусных каналий. Иуды шептались, и правил воинственный Каин. Вот тут я и рос, одичалой, ранеткой, колючей, со скрипом, до нужной кондиции сам доходил. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя, Бог благословит! Батюшка приезжает, звонит сестра, просморы, и просит, печь будет, и просит благословения. Вот тут я и рос, одичалой, ранеткой, колючей, со скрипом, до нужной кондиции сам доходил. К основе евангельской, к участи вечной и лучшей. Среди ароматов наитий безбожным вождям не кадил. Законом была неподкупная совесть в зачатке. Стыдобышкой горькой несло половодием весной. Служил на Амуре, качало трясущей камчаткой. Легко мог взлотнуть, подавившись партийным билетом в лесной. Корабль развернула у пирса незримым течением. Когда я его, а сам Библию мне подарил. Никто из рожденных остаться не может ничейным. Смеется еще грудничком или плащет предсмертно старик. Прогнозы о скорости ветра пророщат. Разорваны в клочья картины лазоревой тучи. Выводит мою биографию, рожицу корщит. Будильник поутру трясется в подучей. Мое благодатное время, целую следы. Столкнулся я с ними на черепе страшной голгопы. Их рамы не вечны. К истокам уходят потоки воды. Во свете Христовом иное в анфас да и в профиль. 15 июня 2004 года. 2 Коринфян 6.2 Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, И в день бедствия помог тебе. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Ну тут мне скинули материал, и я его опубликовываю. В России в 2018 году появится религиозный туризм. Глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал о планах развивать религиозный туризм в России. Соответствующая договоренность была достигнута с Патриаршим Советом по культуре. Патриаршим Советом по культуре. Вот это миссионеры. Сафонов отметил большую важность религиозного туризма для духовного обогащения россиян и приобщения к традиционным ценностям. О Христе речи нет. Духовные ценности какие? А вот как говорит. Верующих обвинили тут в непонимании мира. Совсем недавно мы с епископом Тихоном, это Егорьевский, Шепкунов, ответственным Патриаршего Совета по культуре, подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России, рассказал известием глава Ростуризма. По его словам, соглашение будет содействовать в создании новых предложений для туристов и формированию благоприятных условий для интересных путешествий по стране. Помимо этого, это позитивно скажется на визном туризме. Увеличение потока иностранных путешественников Российской Федерации ожидается в связи с грядущим чемпионатом мира по футболу в 2017 году. Сапонов рассказал, какой доход ожидается от притока туристов и о том, сколько будут стоить номера в отелях. Глава Ростуризма отметил, что некоторые гостиницы уже подняли цены в 40 раз. То есть, если тогда было за ночь тысяча, то теперь 40 тысяч надо платить. А Юрий Соболев мне пишет, а что бы сказал на это апостол Павел? Там говорит, надо посмотреть, вот здесь вот сказано где-то. Я так полагаю, что апостол Павел ничего бы ныне не сказал, кроме уже сказанного раньше. Деяния 17.21. Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охоте не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. То есть, туристы деяния, ну, свои хаджи совершают. 17.23. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написан неведомому Богу, всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Но тут-то этого не будет. Я вот вспоминаю, я тоже ездил, но ездил как? Для благовестия. Я могу сказать, где проповедовал тогда, внутри там где-то Кремля или где у них там был, я не знаю, там как-то что-то с Богородицы Покрова или как, ну, музеем было, я там проповедовал. Ну, вот спросите сегодняшних проповедников, кто проповедовал в храме Василия Блаженного, при том, в советское время. А мне приходилось проповедовать в Третьяковской галерее, в Эрмитаже, в Петергофе, на вокзалах, в метро. Вот, смотрите, вот пришли мы в Третьяковку, но со мной идет группа людей наши, приехали с Украины. Ну, мы идем, и там зал один иконный. Заходишь, и из него выходи теми же дверями, то есть он тупиковый. А там иконы. И я стал объяснять. Гляжу, вокруг меня люди собираются. Немного погодя, вся комната забита была полностью. Говорите громче в советское время. Я громко говорю, ну, естественно, шесть патриоты, что я враг отечества, враг у ворот. Побежали. Прибежала какая-то служительница, не могла пройти. Она побежала за милицией, там дежурные. В милиции пришли два милиционера. Расходись, народ по домам. Пришибеев пришел. А куда пройдешь-то? Выходить-то некуда. И они все-таки давили-давили и пробрались ко мне. Вы с чем занимаетесь? Я не разговариваю, я билет заплатил, зашел. Это наши люди рядом стоят. Я объясняю, что вот это означает. А там по откровению Иоанна Богослова иконы интересные были. Милиционеры встали около меня. Никого не подпускают. А я так пока не прошел по стенам, все иконы не объяснил. Они стояли. Ну, а так как уже все мы осмотрели, я вышел. И дорога еще за нами маленько. Кто-то поплелся, да и отстал. Вот я могу это рассказать. Почему? Благодать Божия. Внутреннее побуждение. Как огонь, разлитый в костях моих. Помню в Исаакиевском соборе. Ну, кто в советское время в Исаакиевском проповеду? Ну, вы там, кандидаты наук, доктора богословия-то. Ну, Осипа вы видите. Чего он молчал тогда? Язык проглотил? Отравлял людей, студентов? Подошли к царским вратам. А гид молодая девушка и объясняет. Поднимите врата верхи ваши, войдет царь славы. Это когда на Пасху священники так красиво одеты. Это для них. А я говорю, девушка, это не так совсем. Это взятое из псалтырия. Оно вот что означает. Когда Господь вышел из преисподней, то слава его образно, метапора, настолько велика, а он ни перед кем Господь шею-то не наклоняет, а они даже перекладины подняются вверху. Поднимите врата верхи ваши, и войдет царь славы. Он торжествующий победитель над смертью, над адом, над грехом. О, а нам это не преподавали на гида. Говорите дальше. Я стал дальше говорить, объяснять. А там в одни двери заходят храм-то. Ну, музей тогда был. Там это маятник Фуко или какой. И выходить на другую сторону. И обычно где-то групп пять ходит. По разным сторонам. А здесь все группы в одной сбились. Проходит маленькое время, не знаю сколько, полностью Исаакиевский собор забит. Там билеты продают, а зайти нельзя. И тогда ко мне подошла, это ей говорит, вы постарайтесь на эту сторону выйти, куда выходит, и там тогда доскажете. Тут замещание сделали-то. Ну, я на улицу вышел там, и все хлынули, и опять пустое. И тут уже начал говорить. Это в советское время только. А в Петергофе там было, где осматривали. Я начал говорить. Один на вас протеялся, гид, парень-то. А потом замолк, и дальше я уже вел как гид. Все собрал, какие там были группы, и шли, и слушали. Слово живое. Вот и все. Новое. Едем в вагоне. Как правило, мы ездили, у нас бесплатный билет был, мостопоезд 140, Алтайский край, Барнаул. Вот. И только сяду, общий-то вагон, начинаю говорить, проводиться никто не пройдет. Все забито. На верхней полке лезут, сидят, слушают. Вот дело-то какое. А когда кончилось, уже спать-то все, ну, мешаем спать-то. Пошли. А им там что-то, ну, простыни-то не дают. А батюшка смеется. Вот твоя паства-то ходит непрекаянная. Он даже посмеялся. Ну, что сделаешь? Ишь, слушать неведомому Богу. Вот мы неведомому должны говорить. 1 Иоанна 4,5. Они от мира, и потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Научающая нас, Тимофея Титу, 2,12, мудрость, чтобы мы, отвергнув несчастье, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вот тогда Бог тебе любовь. Целомудренно, праведно. Ну, где целомудрие, это когда уже в восьмом классе девственницу трудно найти. Но, ребята, точно так же, парни, товарами-то негодные, берут, они и сблудились в дребезги. И благочестиво жили, это даже не слышали. А кто? Главное, это развратители, те, которые говорят, Бог любит всех. Второе, Фессоникиисом 3,11. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. А вот смотрите за границей, как пенсия только, да хорошая пенсия. Они по всему миру, старики едут. Зачем ему ездить по всему миру? Ему молиться надо, водиться с нущатами. Зачем? Ну, даже что-то увидел, переживать. Ну, как Хусей сказал Давиду, ну, хорошо, ты сказал за мой ствол. А я что? Старик, возьми моего сына к себе за мои заслуги перед Отечеством. Так и здесь. Что он старик-то? Ну, есть что не может, желудок не держит, щелести выпадают, песок сыпется, еще дальше. Пенсия, поехали. Были там где-то, взяли камушек у колизея. Я отвечаю, жития святых сплошь и рядом прославляет эту суету, маяту. Если рекордсмены по этому шатанию беспризорных, вот это, туризм, нужно будет им покровителя обязательно. И он уже есть. Только подскажите кому-либо из когорты бессмертных и любознательных духовных туристов. Мартиниана, царем над этой пылью и божеством. Мартиниан, а кто такой? 13 февраля, Мартиниан. Вот это был турист. Женщина соблазнила его когда-то, и он разжег хворост и лег в него. Вот какая у него шкура-то была. После этого он бежал и сокрылся на скале, на море. Ну, обжегся, теперь воды надо больше. Но туда занесло буря после кораблекрушения Зою. Зоя, это Ева, жизнь. Он увидал ее, снова бросился в море. И два дельфина вынесли его на берег. И никто не знает его путь дальнейший, где и как он жил после этих искушений. Это все искушения. Но это крепкий парень был, замечательный мужчина был. Известно только, что он бежал и за два года посетил 164 города. Вот его и поставить, как надо, там Исидора поставили, который протеже у интернета, католики. Нашли такого, где-то письма писал. За два года 164 города, то есть каждые пять дней новый город. Усчитывая, что самолеты там не садились, машины своей у него не было пока, железнодорожную линию там пока не проводили, пешком на своих двоих, как немцы говорят, там шустрый раппан. Герой, может, где-то за чужую телегу сцеплялся, не более того. А может быть, он так устремлялся все далее и неизвестность, просто от первой космической черной дыры, засосавшей его, текал без оглядки. Тогда это было бы и по Писанию. 1 Коринф. 6.18 Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. И 21 февраля Тимофей Пустыник один скитался по горам, он святой, этот туризм называется бесогонством. Бесы гоняют людей. Туризм это, главное, над ними демон. Рогатые косматы придумывают маршрут и гонят, гонят, копытят впереди всех этих засорителей и засер... Лесополосо. Что они делают-то? Засорители. 19 января. Бакарий Александрийский. Кавычки открыты. Прямо из жития Демитрия Ростовского. Когда в лености и праздности я нахожусь, то бес, бес-демон, как называют, черт рогатый, зовет странствовать по святым местам. Вот он, где был туризм-то. Кто начальник туризма-то? Тогда Макарий ложился, ноги на порог и говорил, бес, тебе так надо, тащи меня, сам я не пойду никуда. Вот и все кончилось. И гостиницы в 40 раз уменьшат плату сразу. Кто это? Бес зовет странствовать по святым местам. Еще непонятно. Это жития Святых, 12 января. 9 июня Кирилл Александрийский. Я попутно сказал, куда едут? Едут в Израиль. Кто они такие, иудеи, которые христиане приняли? Иудеи поставили своих людей напротив христианских, пометили домов ночью и кричали «Храм горит!» И когда те выбегали наружу, они их поражали насмерть. «Бей, христиан!» Это вы туда едете. 15 июня Иероним Средонский. Много писал писем о распущенности и лицемерии христиан и особенно среди священства. Нравственность священства. От руки переписывали язычники. От него все друзья отворотились. Серепион любил бродить по пустыням, чтобы чего-нибудь новенького послушать. И добрел даже до Марка Фращенского, который спросил его, а там вера у вас есть. Он говорит, свобода сейчас, не гонят. Он говорит, а есть такие, чтобы горе сказала, гора передвинься. И вдруг грохот раздался, я упал, гляжу гора рядом с вершиной, там Эльбрус двинулся и пошел дальше. Он поднял глаза, гора, я не говорил передвигаться, я просто сказал, что Христос говорил. Если вера есть, скажете, горе передвинется. Он говорит, нет, очень, такой веры у нас там нету. Значит, только по названию. К нам приезжали из Греции и просили меня все же съездить, посмотреть святые места в Израиле. Это я о себе говорю. И, конечно же, все они оплачивали. Но как только вспомнишь, что сидеть в аэровокзалах, аэропортах, спать на чужой простыне, есть чужой ложкой и чужой тарелки, так точнить начинает. Мне, еврей, мой крестник, отец Наум Борщуков из Билиси прислал массу прекрасных фото. Он прислал. Вот она, Эдуард Бляхер. Вот по-еврейски тут написано. Весь Иерусалим. В сотнях фотографий отличного качества. И вот, ну, только ткните вот в это и найдете. Я тут взял стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Мщатся туши, вьются туши, невидимкая луна освещает. Снег летущий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик, динь-динь-динь. Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин. Эй, пошел, ямщик! Нет мочи, коням барин тяжело. Вьюга мне слепая тощи, все дороги занесло. Хоть убей следа не видно, сбились мы. Что делать нам? В поле бес нас водит видно, да кружит по сторонам. Вот турист. посмотри, вон он играет, дует, плюет на меня, он теперь во враг толкает одещалого коня. Там верстой небывалый он торчал передо мной, там свертлый лун искрой малый и пропал во тьме пустой. Пщатся туши, бьются туши, невидимкая луна, освещает снег, летущий, мутно небо, ночь мутна. Сил на мне откружиться доли. Колокольчик вдруг умолк, кони встали. Что там в поле? Кто их знает? Пенель, волк. Вьюга злится, вьюга плащет, кони щуткие храпят. Вот уж он на речи скачет, лишь глаза во мгле горят. Кони снова понеслись, колокольчик день, день, день. Вижу, духи собрались средь белеющих равнин, бесконечные, безобразные, в мутной месяце игре закружились бесы разные, будто листья в ноябре. Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьмуль замуж выдают? Пчатся тучи, бьются тучи, невидимкая луна. Освещает снег, летущий, мутно небо, ночь мутна. Пчатся бесы, рой за роем, в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем, надрывая сердце мне. И вот я здесь показал три места, это ролик, где мастера художественного слова считают, Пушкин Александр Сергеевич. И дальше его разбирает стихотворение по одному слову, в Болден он был, там как раз холера какая была, его не пропустили, у него тут выращивалась свадьба с Натальей Николаевной, ну, и вот он такое написал. Но тут такой глубокий смысл, у него стихотворение это одно. Вот смотрите, Пушкин бесы, два слова, и сразу вылетите, и послушайте, как считают, исследуют профессора, а там исследовать еще и не надо, все открыто сказано, бесы. Ну, а я вот веру, а что Бога бояться? Так бесы веруют и трепещут, бесы-то лучше Бога знают, чем люди. Поэтому Дмитрий Смирнов и говорит, какая у нас вера? Бесовская. Вот они бесы-то и собрались, бородатые, безбородые, все искажают. Апостол Павел высветил закон, что он был нянькой, введшей к Иисусу, на лучшие Христом был заменен, а храме подтвердил, что место это пусто, еще лежат паломники устало, с претензией на святость крестные ходы, а бредоверие велигия настало, гора традиции мышку не родит. В мироточении иконном задохнулись, с мощами схожи стали прихожане, к причастию утянут любого с пьяных улиц, монахи-евнухи от слова не рождали. Законники с дымящимся кадилом, свет застили засилием обрядов, живую веру начисто убили, с рождением свыше не стояли рядом. Богослужения не смеют сократить, часы после причастия повторы. Дом без фундамента, без стены, без стропил, все это на виду, о том не стоит спорить. Страна икония, монашеский удел, там без Христа законники остались, лепили веру из пустынных дел, от веры откусили уже не только палец. Живая вера от рождения свыше, взор на Голгофу скорбную подъемлет, свершилось, наяву в душе расслышит и следует за Иисусом смело. Законники в новозаветном духе, неразоблаченные, повылезли так явно, по храмам устоялись, неимоверно пухнут и сами для себя сготовили тут яму. Все храмы, храмы, лежбище отживших, иконный бастион, бастилия мощей. Вход в церковь механический, великая ошибка, кто ненавидит Библию, останется ни с чем. 2 сентября до 1007 года. Это я все туризму, паломникам, археологи безбожья, а щедро врет, раскопки делая и трупами торгуя, мол, сотни тысяч лет здесь жил народ, такую ложь рад видеть бы в гробуя. 7 с половиной тысяч от Адама лет, и ни на его тут сдвинуть не удастся. Есть бытие, не зазирать бы впредь, и Моисея не чернить бы краской. Гробокопательство запрещено каноном, не трогать череп без его согласия, не за горами смерть, об этом чаще помнить, когда умрем, зачем же нам касаться. Вот в ниши гроб с истерзанным Иисусом, и первые паломники примчались утром. К Христу живому явно не пропустят, искать живого среди мертвых дурно. Мы через Библию знакомимся и с прошлым, как сотворен Адам был без жены, грехопадение, как судороги с дрожью, с тех пор могил не смея порождить. Копаются под древним пепелищем, фундаменты бассейны пытаются распознать, тогда здесь живших, если разыщем, спросить, куда у них закопана казна. Кто не покается, все сгибнут точно так, как павшие людишки под обломком башни, где банды с кривдою, их золотой общак, на место стен наш современник пашет. Не ройтесь в мусоре иных цивилизаций. Цивильности и тогда топтали столь успешно, а могло во след грядущим показаться, что не было воинственных здешних. Археологию в душе возобнови, как жил грешно, не славила Иегову. Ступени в ад, сам хуже головни, у ног Христа одет, ходивший голым. У меня начитанные книги были Григория Яченко, уроки и примеры христианской веры, уроки и примеры христианской надежды, уроки и примеры христианской любви и из области таинственности. Четыре книги, большие, страниц по 750-800. И вот сейчас нашелся человек, который работает над ними. Сделать их, они у меня на сайте стоят, вытащить их на YouTube, но сделать видеороликов. И уже сделали, вчера мне скинули. Такую здесь пользу делают, даже не выскажешь. Это Новиков Сергей Александрович, Евтушенко Сергей и Андрей Крещков. Григорий Дещенко, «Одушие», четыре аудиокниги, в прочтении Лапкина. А всего будет 128 файлов. Присылаю, это я пишу в администрацию своих ресурсов, распорядитесь точно так же, как ГУЛАГ, Библия, Златоуц. То есть выставлять все вместе с этими по 7 файлов на каждую неделю. И книги открыты боком по одной книге на неделю. А их там должно быть 33. Все понятно. Жития пока успевают ставить сам. Добротолюбие будет 230 видеороликов, файлов. С ними поступить так, как раньше говорил. Юрий Соболев представил материал «Соблазн розового христианства». Розового. Ёмкий термин «розовое христианство» не нов. Его ввел еще в конце 19 века Константин Леонтьев. А этот глубокий мыслитель характеризовал предреволюционное настроение интеллигентских умов следующим образом. Страх Божий? Какой там страх? Ведь Бог – это любовь, и только любовь. То есть это Осипов, это вот потомок этих людей. Апологета страха Божия Леонтьева травили. Даже некоторые представители духовенства неосновательно узрели в защите страха Божия бракобесия, апологию ужаса. Однако Господь рассудил по-другому. Оптинские преподобные благословили Леонтьева на литературную деятельность в указанном направлении, что вызывало возмущение у Бердяева. В статье, посвященной памяти Константина Леонтьева, архимандрит Константин Зайцев называл розовое христианство самым страшным соблазном, который только может быть поставлено перед христианской совестью – сатаною. То есть, когда Осипа пущут, что там все спасутся, мучения – это от сатаны все. Это соблазн подмены подданной любви христианской во всех ее проявлениях, вплоть до самых высших, ее сатанинским суррогатом. В этот сатанинский суррогат там Осипов и преподает. Во времена Леонтьева розовое христианство проявлялось преимущественно в околоцерковной, интеллигентской среде. Сегодня оно проникло и в церковь. Сладенькая душевная концепция – Бог есть любовь, только любовь, и ни в коем случае не судья. Сегодня совершают победное шествие по земному шару, во главе с Осиповым, наверное. В основе розового христианства лежит спекуляция на существеннейшем свойстве Божьей любви. Глубочайшим проникновением в это свойство Божие является афористическая формировка святителя Филарета Московского. Он говорит, «Любовь отца распинающая, любовь сына распинаемая, любовь святого духа торжествующая силой крестной». Розовое христианство хочет иметь только торжествующую любовь, торжествующую одним только символом креста. Без самопожертвования, без распинания страстей, без самоотрещения, без собственной сопричастности к кресту Господню, такая легко доступная, сентиментальная, гуманитарная любовь в известном смысле тоже духовно, но живо творится она не духом святым, а противоположным духом, то есть сатаною. Жажда розового христианства хорошо объясняется нашим падшим состоянием. Мы возлюбили землю, возлюбили мир, возлюбили душу свою в мире всем, свою земную активность возлюбили, свою культуру, созданную в этом падшем состоянии. А отсюда возникает желание такой религии, которая же сегодня давала бы людям любовь, мир, счастье, общение, смех, радость земной жизни. Паисий Святогорец оценил подоплеку розового христианства следующим образом. Люди хотят грешить и иметь добренького Бога, такого Бога, чтобы Он нас прощал и прощал, и прощал, а мы продолжали бы грешить, 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 то есть, чтобы мы творили бы все, что хотим, а Он прощал нас, чтобы прощал нас, не переставая, а мы долим в свою нуду. И спрос рождает предложение, потихоньку рождается такое христианство, в кавычках, в котором главная основа православной веры сокрывается умалчиваниями, а все православие в тиске листов профанированное и извращенное до неузнаваемости слово любовь. Современное розовое христианство имеет следующие характерные признаки. Первое. Апология любви при умалчивании о суде к Божьим. Это все сектанты, все еретики, все харизматы так делают. Второе. Адогматизм или абстрактное догматизирование, разрыв связи догматов и заповедей Божьих. Релятивизм и плюрализм моменты абсолютно истины догматов расплываются, мол, и то правда, и эта истина понимается только как плюралистический синтез различных относительных и частных словесных формулировок. Третье. Непонимание и незнание законов духовной жизни. Подмена личного подвижничества интенсивной суетной активностью во внешней сфере. Четвертое. Отказ от всего аскетического и преподобнического церковного опыта, постепенно возводящего человека от земли к небу и вместо этого харизматические прорывы сразу на верхней стадии. Вот так. А сегодня как? Осипов сказал бороду брить можно. Он обритый за 80 лет. Да Осипов сказал никакого значения это не имеет. Вот сейчас я смотрю Федора Миляненко он же крест носит наиспо не ходит материться. Переживает он. Материться матерно. Вот как Михалков Никита говорят в результате святость настоящая подлинной церковно-христианской любви кощунственно снижается до уровня гуманитарной гаммы красивых в кавычках человеческих чувств не нуждающихся ни в страхе Божьем ни в смирении ни в послушании. Они никого не слушают. В результате святость настоящей подлинной церковно-христианской любви кощунственно снижается до уровня гуманитарной гаммы красивых человеческих чувств. Вот и все. Автор данной заметки не преувеличивает. Приходилось многократно собственными ушами слышать, с каким жаром отстаиваются многими православными воцерковленными верующими псевдо-богословский тезис «Бог не судья, а только и только любовь». И сегодня все больше народу соблазняется именно этим привлекателем для нашей душевности тезисом и приходит в церковь не на подвижничество ради Христа, а купаться в источнике любви и вкушать непрерывно сладкие ясты на перу веры. Вообще-то на тему «Бог есть любовь и никого не наказывают» было бы интересно продексутировать с обитателями Содома и Гаморры. Да вот где они? От сотворения человека до страшного суда «Бог судья». При этом суд его недаром называется страшным первым актом суда Божьего было знание Адама и Израиля. Затем еще в Ветхом Завете потоп Содом и Гаморра. Некоторые полагают, что если есть неправомыслие в отношении существенного свойства божественной любви, правосудности, то оно не опасно. Так ли это? Все догматы имеют и прямые нравственные средства. А страх Божий по Писанию, начало всякой премудрости, далее, какое еще логическое нравственное следствие вытекает из определения «Бог не судья», а только и только любовь. Любящий принимает любого, любимого, таким, какой он есть. «Зачем меняться, раз все так не надо?» «Мои страсти греховные Бог не судит, он не судья. Зачем даже заповеди Божии-то исполнять-то? За один мой гимн Богу, как любви, и только любви, он меня ведет в Царство Божие». Вот Симон Харольский там ходит, поет «Океан любви», а сам еретик, он не в церкви. И люди, ой, он слаждаются, ой, как поет хорошо. Ты подумай сам, хорошо? Хорошо это, когда у тебя душа спасается. «Мои страсти греховные Бог не судит, он не судья. Зачем даже заповеди Божии исполнять тогда? За один мой гимн Богу, как любви, и только любви, он меня ведет в Царство Славы». Пропоет вот этот Харольский-то и руку протягивает. «Дайте денег, нам надо составить следующий ролик». Вот как делается нынче. Все продажное. Это еврейская хитрость, еврейские штучки. Проблема розового христианства имеет и миссиологический аспект. Некоторые модернистские проповедники придерживаются мнения, что для оглашения и миссионерских целей годится все, а уж без розовой апологии и любви с умолчанием о суде никуда. Откуда это пришло? То правду, что апостол писал «Я питал вас молоком, а не твердой пищей». Но являются ли розовые христианства доброкачественной молочной пищей, питаясь которой христианский младенец возрастает и привещается к пище твердой? Трудно в это поверить. Приведем некоторые актуальные сегодня мысли Константина Николаевича Леонтьева о розовом христианстве. Кавычки открыты. Гуманитарная лжехристианство с одним бессмысленным всепрощающим предпрощением своим со своим космополитизмом, бездесного догмата с проповедью, любви без проповеди, страха Божией веры, без обрядов, живописующих нам самую суть правильного учения. Такое христианство есть все та же революция, сколько не истощая на меду. При таком христианстве не воевать нельзя, не государством править, и Богу молиться незачем. Такое христианство может только ускорить все разрушения, а оно и в кротости своей преступно. Добровольное уничижение о Господе лучше и вернее для спасения, чем это гордая и невозможная протекция отечественной незлобе и ежеминутной нелейности. И в монашеских общежитиях опытные старцы не очень-то позволяют увлекать себя горящей любовью, а прежде всего учат послушанию, самопринуждению, прощению обид, доброта, прощение, милосердие, любовь. Они взяли только одну сторону евангельского учения и зовут ее существенной стороной. Но аскетизм и суровость они забыли. Но на гневных и строгих божественных словах они не останавливались. 16.5. Иеремия, прочитайте. Бог говорит, я устал миловать. Полина Комкова, благодарю вас за стихотворение, за те слова и за те мнения, которые вы мне прислали. И спасибо вам за то, что вы появились в моей жизни. Я благодарю Господа за то, что я нашла вас на просторах интернета. Смотрю, как вы живете. Слава Христу! Теперь изучение Библии в скайпе. Они тут рассуждают, а я утром взял. Евгений Трапко из Израиля. Крещение принял с полным погружением. Сегодня, гуляя на Айва-Яфа, я уже собираюсь возвращаться домой и отклылся глазами в этот столб на пересечении улиц. Нес логоин, мне знакомо, из Библии, подумал я. Думал, думал, и где же это название улицы может быть в Библии? И вот, вернувшись домой, нашел это написано в пророке Исаии 11-12. Цитирую. «И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, рассеянных иудеев, созовет от четырех концов земли». В синодальном переводе написано «знамя язычникам», а на иврите слово «знамя» это слово «нея», что означает «чудо». То есть можно с иврита перевести так и возвысить чудо знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли». Вот такое библейское в пророческом духе название улицы «нес легоим» «чудо язычникам, народам мира». Разве это не чудо, что Господь Бог собирает в наше время иудеев со всех концов земли в Израиле? «Две тысячи лет иудеи не имели своей земли после изгнания». Так и поется в гимне израильском «Тиква», что означает «надежда». Там поется так «надежда, которой две тысячи лет», «надежда на возвращение в обитованную землю, которой две тысячи лет». Роман Проликов говорит «Израилем, как народом, сейчас считаются христиане, и никак не современные иудеи. То, что написано про современный израильный народ, это, надо понимать, написано про народ христиан, а не про иудеев современных. Как относиться к родственникам по крови и близким, празднующим так называемый Новый год среди рождественского поста? Как? Евтушенко Сергей отвечает «Как к родственникам, празднующих Новый год?» Смотря на сколько они близки тебе, исходя из того, можно влиять на них. Я избрал для себя следующую тактику. Специально об этом не говорю, так как увещевал их больше двух раз. А при возможности, если разговор заходит о новом годе, я всегда говорю примерно следующее. Новый год – это праздник, который искусственно насадили нашему народу. Он не несет за собой абсолютно ничего хорошего. Его действие на людей абсолютно деструктивно. И заканчиваю тем, что главный праздник в это время день рождения Иисуса Христа. Важно подчеркивать это и говорить. Не Рождество, так как эта формировка уже полностью втерлась и не воспринимается. А именно, что на это день рождения Господа. Роман Фроликов. А они обижаются, если ты не присутствуешь в ходе Нового года в нашу жизнь. То есть, не хочешь обожислять его, как Бога земли. Достатка, здоровье. Анастасия Ривки. При желании любую схожесть с любого потолка и пальца можно взять. Евтушенко Сергей пишет. Не вижу схожести. А то, что обижаются, так это не они обез Нового года зубы показывают. Роман Фроликов. Анастасия Ривки. Роман Фроликов. То ли голосовали, или ещё. Израилем, как народом, сейчас считаются христиане и никак не современные иудеи. То, что написано про современный Израиль народ, это, надо понимать, написано про народ христиан, а не про иудеев современных. Роман, ну смотри, что не христиане же восплачут о том, кого пронзили. Апостол Павел говорит, что молится о своём по плоти народе об Израиле, о его спасении. И речь совсем не о христианах, а именно о непринявших Христа иудеев. Роман Фроликов. Среди христиан, как и среди иудеев, есть отступники. Хотя вспоминаю, что Игнатий Тихонович говорил о том, что слова про Израиль касаются и современных иудеев тоже. Евтушенко Сергеев. С Израилем всё просто. По-моему, это разная глубина понимания и всё. Сказано о статах Израиля спасётся. Речь о народе. Израиль во плоти. Израиль духовный. Это христиане. Всё равно спасутся, но только христиане, то есть душевные израильтяне, народ по плоти, возвысятся до духовных. Анастасия Ривко. У Всевышнего с этим народом отдельный разговор. Искренние иудеи станут христианами, уверуют во Христа в конце. Кто там в откровении пишется, что, как там пишется, вот я сделаю, что из борища с Натанинского, который называет себя иудеями, придут и поклонятся. Евтушенко Сергея. Захария в 12-13 главах потрясающе описывает эти события. Евгений Травко. Давайте дадим хотя бы должное евреям, собравшимся в Израиле за восстановление еврейского языка. Сфат Ха Кодеш. Священный язык. Ведь не забывайте, что многие поколения ранее, до возвращения в Израиль, только лишь молились на нём и понимали от счастья отдельные молитвенные слова. А тут чудо, какой возвышенный язык священный стал повседневным разговорным языком. Где вы видели такое чудо? В народах спустя многие поколения через 2000 лет восстановление языка на государственном уровне. Саша. А по Холокосту что можно сказать? Был или не был? Есть ли какие-то источники достоверные? Самый хороший фильм это спицок Шидлера. Но после прочтения книги миф о Холокосте много вопросов появилось. А ведь на Холокосте всё держится. Весь 20-й век. Враньё. С другой стороны, как бы историки и все вся под него уже идёт. Получается ложь, но не выкинешь этого. И народ верит легко. Евтушенко Сергей, как Евгений Тарапков, в какое это значение имеет? Какое? Для спасения. Можно, конечно, предположить, что это поможет остатку Израиля понять, что антихрист не мессия, но это такое уж. В современной точке зрения он мёртвый и имеет только научную ценность. А по Холокосту что можно сказать? Был или не был? Есть ли какие-то источники? Ну и далее показывает Саша. Я разбирался в этом вопросе. Всегда была нужда с отцом жены, так как он стал через время мессианским евреем и пастором общины этой. То есть еретик. Это было пять лет, но так мы разбирались. Были подключены все силы душевные и физико-математические, но никакие доказательства ни из Писания, ни из жизни ничего не дали. Я остался при своём мнении, а они при своём. Даже это ничего не дало. Опять какой-то ролик надо посмотреть. И Тушенко Сергей говорит это всё пустое, вот и надо не дало. Саша, но я много понял и тему для себя как будто окончательно закрыл. Насчёт избранищества, избранности и так далее. Они в этом паре варятся уже и верят, а мне не хочется. Разбирались, потому что они наседали, как все протестанты. Хотя, если бы они были потомственными, православными, в третьем поколении и родственники, и все вокруг тоже, тогда я не знаю, как бы было в таком случае. Итушенко Сергей соревноваться с евреями в логике и доказательствах, построенных на законах мира, всего бессмысленно. Это супернация, а они на генетическом уровне совершены. нас совершения. То есть, их предки меньше грешили и получили меньше повреждений в человеческой природе. Да к тому же, над ними благословение Бога. Никита, иди, да считай дальше. Присядь рядом. А что случилось? Давай, садись, считай. А то глаза слепаются. Откуда? Да вот. Хотя, если бы они были потомственными, православными, в третьем поколении, и родственники, все вокруг тоже, тогда я не знаю, как бы было в таком случае. А тут просто всегда говорите о Христе, и все. С вами стена из всех святых, которая стоит на камне преткновения, а у них фантазии. Если соревноваться на поле законов этого мира, тогда бессмысленно. Но мы изучали вопрос духовного плана. Кто избранный, а кто нет? В чем сама суть вопроса? Оказалось, что нет избранных. Все согрешили и лишены славы Божией, и нет особых благословений уже к ним. Помимо того, есть проклятие, и все это в духовном смысле. Евтушенко Сергей, а где написано, что над ними нет благословения? Оно даже практически до сих пор действует. Саша, благословение Христос для всех людей на все времена, спасение от греха, все остальные благословения временны, и ничего не значат, они ноль. Поэтому нет никакого различия между нациями, и никогда не было. Евтушенко Сергей, это другой уровень совершенно. Кто-то тук земли получает, а кто-то большее, но это не значит, что меньшего нет, если есть большее. Апостол Павел говорил, что если смешивать Христа и все остальные благословения, которые были до Него, то это уже есть спасение законом, а не благодатью. То есть то, что прошло, оно испарилось, как тень от солнца. А кто хочет при тени быть и хвалиться ею, отпадает от солнца, и нет в этом никакой пользы, но только вред. Евтушенко Сергей. Так тут речь и не о спасении идет. Спасение одно, Христос, а благословений было много, и они касаются совершенно разных вещей. Поэтому нет никакого различия между нациями, и никогда не было. Разница огромная, доходит до того, что в 21 веке одна нация летит в космос, а другая не имеет письменности. И главное, люди деградируют до такой степени, что не способны принимать Евангелие, зато жрать других людей могут на ура. Саша. В состав Нового Израиля вошли те из Иудеев, которые веровали во Христа. Тот остаток по избранию благодати, Римлянам 11.15, состоящий из уверовавших в Господа Иудеи, во главе которого находятся 12 апостолов. До искупления человечества Господом нашим Иисусом Христом Иудеи составляли собой народ избранный, чуждались и гнушались сообщения с другими народами, сообщения воспрещенного Моисеевым законом. Они признавали по указанию закона все человечество отверженным, а общение с ним оствернением себя по искуплению человечества Господом преимущество Иудеев над другими народами различия их от других народов уничтожились. Цена искупления за каждого человека Господь Иисус Христос. Нет различия, говорит апостол, между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Римлянам 10 глава 12-13 стихи Ибо если устами твоими будешь проповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10-9-10 Евтушенко Сергей Вы опять говорите о спасении? Больше Него для человека нет ничего. И из Христа человек обретает гораздо больше, чем через благословение. Но сами благословения остались и никуда не делись, Саша. А если смотреть еще глубже, то различий не было и до того, как пришел Христос в духовном плане. Благословение пойти на войну, благословение сделать то или иное дело, это да. Оно и сейчас дается всякому, кто просит. Но чего просит сегодня иудеи? Чего просит всякий человек? Если он верует сердцем и исповедует устами, тогда спасается. А если просит не на добро, а на зло или на устроение этой жизни, тогда как? Что это за благословение и от кого исходить будет? Евтушенко Сергей. Им оно дано от Бога через праотцов. Саша. В чем благословение? Конкретные его очертания? Что именно благословено? Какое действие? Евтушенко Сергей. Ну как Игнатий Тихонович говорит, как вы понимаете благословение? Пример. Но и его сыновья Сим, Хам, Иофет, Исаак, и сыновья Исаак, и Иаков, Саша. Но мессианские евреи, они помимо всего прочего признают еще какие-то благословения сегодня, именно сейчас, уже после Христа для евреев. Я поэтому и спрашиваю, какие конкретно, на какие действия, на какое дело эти благословения особо даны именно сегодня? Издушенко Сергей, Кагнатью Тихоновичу задайте такой вопрос, он вам точнее ответит. Нужно хорошо знать все писание, я такими знаниями не обладаю. Сложность в том, что глубина понимания есть разная, и во всем этом можно далеко уйти в сторону. Зачало 107, ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении, а тайне сей, чтобы вы мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле от счастья до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от всего на избавитель и отвратит нечесть от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении благовестия они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божии не приложены, как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Саша, да, апостол Павел не говорил прямо, что вот нет благословения и прокляты, хотя и такое есть в Евангелии, и дом пуст, и тому подобное. Он говорил с целью привлечь тех, кто такой ревностью, будучи движим, возможно поймет, о чем речь идет, хотя он и сказал много раз, что нет никакого различия, но все читают одно писание, а выводы все равно разные. Вот и мессианские евреи нашли для себя местечко в этом огромном море разнообразия пониманий и толкований. Если с них снимутся грехи ради остальных язычников, то из язычников, видимо, должны сняться в таком случае. И все во всем Христос, и нет никакого различия. Эти были непослушны, теперь эти какая между ними разница, неужели национальная? Нет, поставят одних по левую, а других по правую сторону, а евреев посередине. Санта, Евгения Трапко, для нас, православных христиан, существует два священных языка. Это иврит, еврейский язык, и греческий. Иврит это язык Ветхого Завета, а греческий язык язык Нового Завета. Анастасия Ривка Это еще смотря для каких православных. Многие считают церковнославянский наравне с ивритом и греческим. Как мне сказали, читая псалмы на церковнославянском, его бесы боятся. Также армянский считается наравне. И не только у армян. Ткачев об этом говорит. Там тоже гематрия все дела, а иврит особый язык 100%, даже оттенок того, что Ветхозаветная церковь его использовала. Саша Я русский, для меня греки более трудны для понимания, как и остальные народы. Редко какой немец пойдет в православную церковь, но если и пойдет, то только из-за веры, а не причине языков каких-либо. Евгений Тропко Пусть они варятся в своей самобытности, если того желают. Церковно-славянский это не язык священного писания, иврит и греческий это языки священного писания. Слова алфавит от кого слова или языка происходит? Анастасия Ривка А национализм, к сожалению, во многих церковных православных таких лещит. Греки через каждое слово повторяют, что он грек из Греции и Эллин. Армяне тоже, мол и земля наша святая и нация и русские, а вот во Христе нет их все и во всем Бог. Слова алфавит от какого языка происходит? Алфабет была бы гречкой, сказала бы, что от греческих альфа, бета. Евгения Тропко Нет, давайте фактами рассуждать, откуда корни растут, кто и что нам дал, кто нам дал православие и кто нам дал христианскую веру? Саша Вначале сотворил Бог небо и землю Евгения Тропко А на иврите алиф а и бет б алиф бет иврит альфа бета греческий становится понятно откуда у русских слово алфавит Анастасия Ривка Один раввин как-то рассказал интересный момент шатер откровения в котором было освящено действие в пустыне на иврите мешкан что в переводе обитать а на украинском обитать будет мешкаты евреи евреи кругом одни евреи евреи журнал и там статья у них написано жиды жиды везде жиды сами свяются а у меня еврейка у нас была и на меня разобидело что-то я сказал когда читаешь Библию то прям в искушение впадаешь что Бог избрал и ошибся эту нацию все кровью залито все нации толкают на революции везде она как поднялась а потом написала вы любого жида за пояс заткнете там где образовывается самобытность отрыв от корней и преемственности там и образовывается национализм церковный и всякое обособление неспроста в Израиле поместная каноническая православная церковь называется греческая иерусалимская православная церковь в иерусалимской церкви или литургии на греческом и все епископы греки греки одни из первых переняли жребие апостольского преемства на сегодняшний день иерусалимский патриарх полностью греческого содержания есть в этом какая-то закономерность все другие церкви в Израиле будь то духовная православная русская миссия будь то армяне или католики они лишь представители как некого посольства своих поместных церквей на святой земле но никто из них не имеет апостольского преемства епископов от самого Иакова брата Господня первая епископа Иерусалимской церкви а иерусалимский греческий патриархат это преемственность 141 епископа имеет от первого епископа Иакова брата Господня все Роман Малыш в доме голосует за тем чтобы все подвести под номер здравствуйте дорогой мой дедушка Игнатий никогда дедушка не называет первый раз назвал дедушкой в отце еще если то ладно к величайшему моему сожалению происходит событие которых не избежать система нас разлучает молю Господа чтобы помог вам братьям и сестрам примкнуть к в кавычках организации будущих террористов которые которые меня скоро законно зачислить кто не будет принимать террориста будет рассматривать вот так мне вас будет очень недоставать с любовью будущий в кавычках террорист Роман Малыш прошу из материала извлечь полезное и предоставить людям для ознакомления лучше вас это никто не сделает спаси Господи вот я показываю тот материал вот смотрите какой он есть его можно было даже посмотреть возьми-ка я сниму это сейчас мы покажем как он выглядит аппарат сними отсюда все равно уже закончено сейчас до клавиатуры покажи клавиатуру я не могу к ней пробраться никак а теперь вот этот который есть нажать нужно на control и потом вот сюда вот на эту нажал все сейчас она вылезет смотрите где двадцатый вопрос о проекте федерального закона внесения ввинения в отдельные законодательные акты Российской Федерации доклад Антон Геннадьевич Аксаков пожалуйста Антон Геннадьевич Вячеслав Викторович уважаемые коллеги законопроект направлен на создание механизма удаленной идентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных установление общего порядка проведения удаленной идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации ЕСИА и подтверждение биометрических персональных данных в единой биометрической системе Обеспечение возможности использования результатов биометрической идентификации для дистанционного предоставления банковских услуг физическому лицу. Цель законопроекта повышение финансовой доступности для всех категорий граждан, в том числе проживающих в удаленных регионах и людей с ограниченными возможностями. Снижение стоимости финансовых услуг и повышение конкуренции на финансовом рынке. Поступило 11 поправок, все они в таблице принятых. Прошу поддержать. Коллеги, у нас с вами только таблица поправок номер 1 по данному законопроекту. Есть ли по ней замечания? Нет. Ставится на голосование таблица поправок номер 1, предложена ответственным комитетом, принять и включить режим голосования. Это показа система, что голосует. Покажите результат. Принимается таблица поправок номер 1. Ставится на голосование вопрос номер 20 о проекте федерального закона внесения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Закон рассматривается во втором чтении. Включите режим голосования. У них там кнопку они нажимают, это аппаратура показывает, сколько проголосовали. Это большие деньги стоило, но они сделали так. Это удобно очень. Покажите результат. Считать не надо. Законопроект во втором чтении принят. Пожалуйста, Антон Геннадьевич. Уважаемые коллеги, просьба на 20 число также поставить данный законопроект в третьем чтении. Спасибо за внимание. Коллеги, нет возражений? Нет возражений. Готовьте к третьему чтению законопроекту. Он правильно спрашивает. Возражений нет. Во-первых, бесполезно. А потом ему уже полтора миллиона в месяц платить не будут. Его оттуда вышвыргнут. И все, кончилось. И что же будет? А сейчас показывает там Матвиенко, кто там по 8 миллионов в месяц. Квартиру покупают в Москве за 230 миллионов рублей. Но ясно дело, что они слуги народа, им тяжело. Надо им помогать. Вот они теперь, чтобы учитывать все денежки, у кого где есть, не будет никаких там сберкнижек. А карточки так. И вот теперь, которые не будут, это террористы. Которые не примут, приравниться как бы к террористам. Ну, тут один объясняет. Ну, будет или не будет. Дело в том, что вот у нас приняли закон Лозовой-то. Это, Яровой. И вот теперь походить нельзя. Штрафуют. Мы сразу узнали, что выписали, где у нас регистрация идет. С этой стороны у нас занятия идут. Выдали справки, нас никто не трогает. Закон Яровой нам не нанес никакого ущерба. Роспотребнадзор напал на меня в лагере. Напал где-то. Сопротивляется бесполезно. Я ликвидировал лагерь. Купили нам одну, другую. На следующий день уже сделано. И к нам никто не лезет. Ну, маленько-то шалобаном варите. Нельзя так. Вот, допустим, человек женился. Ну, нормально. По любви. Он хороший и она хорошая. Он христианин, она христианка. Проходит время, она от него убегает. Семя в себе задержит. Теперь она рожает. И далеко, где ведь она живет, там в Австралии, там или кто. И вот она уже не едет. Там ее родственники прикормили. Что тут христианского-то? Уже ничего нету. Он туда едет. Он не знает ни языка, ничего, ни работы. Что он там будет делать? Наконец приезжает, привозит. Проходит время. Она, если раз сбежала, она сбежит и второй раз. Почему ошибка была сделана? В первую очередь, он сам пошел ее провожать, когда уезжала она. Она убегает, а ты провожаешь. Ты что, в уме или нет-то? Бежишь, это твое дело, дверь открыта. Ты свободная. И как? А дальше через порог не перейдешь, пока на колени не встанешь. Я хозяин. Тряпка. Размазала баба мужика. И теперь что? Теперь второй раз убегает. А он не знает, что делать. Он уже как помешанный ходит, как бы в петлю не залез. Там веры уже никакой нету. Кверх ногами все переставлено. А что дальше? А дальше ребенок будет болеть. Она будет болеть. Господь будет решать. Но! Вот это оно большое. У него были склонности какие-то у самого, где-то в побегу сработали еще. Теперь ему находится такая невеста, такая жена. Златоуз говорит. И она как скальпель в руке хирурга режет тебя, напоминая о прошлом, где ты делал это. Ты любишь ее, пришел домой, купил с полочки что-то, она тебе как тигрица в дверях. Почему? А вспомни, ты не обманывал какую-то, обещал жениться, не женился. Вот теперь у тебя такое. А она тебя в чувства приводит. А она того даже не понимает. А что сделать? Сделать ничего нельзя. Выводы нужно сделать и молиться. Самая правильная позиция здесь – ничего не делать. Это он мог бы сделать. Ему говорю, он ни с кем не советует этот человек. Никакого авторитета у него уже нет. Он рассыпанный полностью. Его размазали. И человек этот, может быть, много лет был верующий, живыл до этого где-то, может быть, на севере, в Ямало-Ненецком округе жили они. И она оттуда сбегает в Австралию или в Америку. И он туда ездит за ней. Было такое у евреев, что сбежала она от левита домой к отцу. Не знаем, какая причина. Но он поговорил, она вернулась, но уже до места он ее не довез. Ему пришлось ее резать на 12 частей, ее изнасиловали. А с мужем не хотела спать, будешь спать со всем городом. У тебя блудные мысли. Если она бегает, то ее добро не ожидает из-за этого. Нет, ни одна мусульманка от мужа не пойдет. Ее найдут на львом конце. Ее по частям вернут ему. А здесь никто. Виноват он. А в чем он виноват? Он для нее все. Там и олени накупил. Он для нее там Яков купил. У нее там все будет. Сани купил. На собачьей упряжке будешь ездить. Хаски заведешь, 12 собак. Ну, живут же люди-то. Нет, она будет бежать в Австралию или в Америку. Откуда там мать-то неверующая. Еще своей квартиры нету, живут на государственной. То есть никто. А сами по себе-то хорошие люди. Ну, допустим, она, даже если она пишется не русская, татарка, еще из этого. Она по-русски разговаривает хорошо. И вот как познакомились, это интернету знакомятся. Это интернет-свадьбы играют. Но здесь-то по-другому, что он говорит, что я ее встречал где-то раньше, знались. Но остальное по интернету знать-то он не знал. На скорую руку, говорит, на долгую муку женился. Ты ее не узнаешь. А как? Познакомься с матерью. Мать-то как у нее? А яблоко недалеко от яблони падает. И вот он теперь рассказывает. Ему должны задуматься теперь. Тебе нужны были разные там басни где-то? Ты не подчинялся, а теперь закон принятый. И теперь сам подумай, как быть дальше. Если ты считаешь, что это уже печать Антихриста, как говорят, тогда ты помер. Мы знакомы, вот я близко с эпоха. Да конечно, что паспорта повыбрасывали, сожгли. Трудовые сожгли, всю жизнь мучились. Антихриста, его нету. Картинка пришла, там сидит Брежнев где-то, так они иголкой выковыривают ему глаза дома. На газетке. Ну тебе надо рассказать, что я расскажу имя, фамилию, село Тольменко, Алтайский край. Вот как дело-то было-то. Любовь у них нет. Они всякие басни собирают. На стуле сидеть нельзя. А почему? Ну нельзя. Это стол, это все равно что? Стол. А стол это то, что престол. И столько скамейки вдруг вокруг стен. То есть все по-другому. Вот здесь один у старобрядцев ходил. Ему говорят, ты едешь по трамвае. Ну да, я далеко живу, на Малахово. Ну там же женщины сидели. Нечистая сидела, вышла. Ты же ее не будешь подолг поднимать, узнавать чистое, нечистая. Теперь ты сидел, старик. Да как, как? Ну никак. Ты же не знаешь, где она сидела. И написано, кто сядет, он стал тогда ходить прямо оттуда пораньше. Встает на два часа и тяпает по шпалам. А кто-то ему взял и доказал. Говорит, ну она-то эта, которая нечистая женщина, она ехала прямо на это. Это через нее информация-то передается, считывается. Ну ты понимаешь или нет, а ты опять оскверненный. Теперь он ходит между пути. Между пути успокоились. Оно идет и через сколько-то там, 20 метров, 30 столб втыкается. Да идет по темках еще. Вот какое дело-то. Человек научит. Электрическую лампочку нельзя. Нельзя электричество. Это сатана. Везде сатана. То есть главное сатана сделал. То есть они в другом направлении. Это естественно, что они говорят. Ничего особенного нету. Что они сказали сейчас? Ничего нету. Тебя как-то изменили, твою жизнь. В тебе все. Чем ты занят? День и ночь в эфире лазишь, ищешь, кто против щипа, кто против чего-то. Что ординарное ищешь. Святых новых ищешь. Неканонизированных, канонизированных разницы нет. Ты в себя ищи, борись с собой. Тебе от этого голосования, вот я посмотрел, у меня ничего не дрогнуло. Никак. Раньше, когда преследовали, ну и все, коммунистическая власть, баптисты там жаловались, а в ООН везде. Мне тоже сажались, я никуда не жаловался. Почему? Почему? Я все вспоминаю, моя мама пришла передачку давать, а там бабы-то сидят, ну, кошка закрыли на обед, а ну и разговорились, а потом передачку с сидельством туда. И мою не за счет взяли, он такой, он ничего взяли, мать послушала, бабоньки, мне вот так вас жалко, ваши дети не за счет страдают, они, да, мать. Так, а моего-то за счет взяли? Как? Он сказнался, и я его на это благословила. Как так? Так он за Христа страдает, он отошел, и она переменила обстановку уже все. Ты сами подумайте, ваши дети-то верили? Да нет, конечно. Ну, не верили, Бог призывает их. Тут один, вот сосед прямо у меня, вот живет около колонки, прямо рядом, и он кому говорил, я не знаю, Володя, тебе она говорила что-то или кто? Кому-то она говорила, Игорю или этому Дебунову, рассказывала, говорит, муж вернулся, ой, говорит, вот этот сосед-то у нас, он в тюрьме был, на меня, говорит, так он там о Боге сколько рассказывал-то, я его знаю, говорит, хорошо. Где бы он слышал-то соседа, вот он умер, она бабка одна, вот, такая хорошая женщина-то, и она уже ко мне расположена, он ей рассказывал, как я проповедовал, как зэки, с каким отношением. Со всех сторон звонили, помолись, отец, помолись, батюшка, вот как. И вот тут он говорит, конечно, сытый, гладкий в галстуях, ясно, что это исполнители планов масонов, пришествия Атихриста. Ну, а это, ну, масонам-то, масоны, говорится, когда вели-то, сегодня, что ли? Даже Цицерон говорил полушепотом, говоря об евреях. Рокпеллер там что был, боялся. Не надо этого бояться. У меня отношение к евреям другое, только благословить. Он еврей, к примеру сказать. Он жит до конца, это, для меня он человек, который нуждается в помощи. Я его услышал, конечно, приглаженный, постриженный, на такие деньги можно сделать. Он получает в тысячу раз больше моего. Еще из этого. В тысячу раз. Тысячу, у него еще тысяча уртов. Но это его дело, он ответит за деньги. А у меня нет еще, ой, я сытый, обутый, одетый, я ни о чем не думаю. Есть у него то, что у меня есть, нет у него. Его будут слушать, он будет говорить в Австрии, будет говорить в Америке. А меня слушали, возили, ну и все. В Великобританию пойди, да его слушать не будут, заплюют. Ты скажи, уравняй жизнь одинаково, чтобы было. Ему стыдно за свою зарплату, а мне не стыдно. Он ест, вы думаете дольше моего живет, нет. Прихожу, молодой начальник в гробу, лежит, да что с ним было-то. Да ощущение крови тут какое-то, что-то не так сделали. Кровь ощущать, они ощущаются, а я не ощущаюсь. А зачем? Не надо этого ничего делать. Душа ощущай, смиряйся. И вот я показываю дальше. Обращается Мишустин, М. Это 37-й год. Сначала глаза протер. Это 37-й год. Это гулаг. Слушай, что он говорит. Это 37-й год. Понятно? Мне нравится, как он посмотрел. И все. Нагоняет страху. А он тоже получает где-то. А сам сидит расстегнутый. А это форма масонов. Его застегнуть нельзя заставить-то. Он тоже один из них. Масонщик. Может быть. В электронном варианте. Электронный гулаг. Электронный гулаг. Он знает, что сказать. А что бороду ты стрижешь? Почему ты не можешь застегнуть за то, что масона повелели? У него своя роль, как у Навального. Их Навалом здесь навалило. Путина. Со всех сторон его тянут. Зачем его трогать? Только молиться надо за него. А что было, он сделает. Не надо. У Путина в библиотеке видели мои книги. Вот что самое главное. Я подарил ему. Поэтому данный законопроект я, к сожалению, тороплюсь. Но я не могу еще более подробно. Тут у меня информация на несколько. Ну, правильно я говорю. Теперь подписи делайте, собирайте. И можно будет подать, когда будет 100 тысяч. Я теперь спать не буду. Буду к каждой бабке. Сначала до конца. Ну, я в день больше 10 не обработаю. Она обратный адрес должна дать. Телефоны. Родственники узнают. Ой-ой-ой. И что будет? Он тоже питается. Он землю копать не будет. Дрова колоть не пойдет наниматься, как Володя. Он не пойдет ловить рыбу и продавать. Ты смотри. Ты на него еще посмотри. Мишустин. Хитрый Мишустин. Мишка. В этих местах. Раскрыть опасные подводные камни. И главное надо, чтобы люди поверили, что он что-то сделает. А потом говорит. Раз проголосовали, ничего не сделаешь. А зачем тогда это? Муть наводил листы вот эти. В двух копиях. С подписями. И кому это нужны? Письма, говорит, их не распечатывает даже никто. Это он говорит дальше-то. А вот мне об этом говорят. Все, прощай, дедушка. Ну, если ты меня считаешь дедушкой, так слушай, внучник, я тебя прошу, умоляю, не дури. А они ничего не сделали. Стройся, живи. А там у евреев были. Нельзя идти. Мы избранный народ. Наша земля. Идите. Стройте. Идите, сажайте виноградники. Дочерей, сыновей жените. И вернете через 70 лет. Плен Вавилона. 72 года будет. Вот и все. А что можно сделать? Ничего нельзя сделать. Только каяться, молиться, ощущаться. Синагоги строить. То есть молитвенные дома. И храмы божии. Данного законопроекта. Ну, надеюсь, что все-таки завтра, 24-го, будет встреча в Ставрополе. Более подробно я смогу... Интересно. Подробно узнать. Не надо больше снимать. Я вчера прослушал, до конца посмотрел. Ничего нет. Да, до конца даже это. Вот заходит Яковщук ко мне. Вот. Паделся. Ну, все, ребята. На сегодня. Понятно? О чем мы говорили? Поэтому вот оно где все. Так, во славу Божию. Пусть Господь благословит того, кто выступал, кто голосовал, кто заступается. Может, он по-хорошему хотел, но в конце, говорит, ничего не сделать. Проголосовали. Но еще теперь... Я когда сидел в тюрьме, и в это время депутаты, депутатский корпус, 86-й год, это Горбачев Михаил Сергеевич, я не знал, а что депутаты, а зачем? Это вдруг все это открыто говорят. И мой, это день прошел, я начал заниматься, смотреть, молиться, и мне все открылось. Да он же свалил на них, все, теперь президента не уберешь. А я при чем? Депутата, вы их избрали. Депутата-то вы избирали. От каждого города, везде. Они проголосовали, а я при чем здесь? Я только исполняю подпись поставить. Я не могу против, они меня сбросят. Гвардейский там мятеж может быть. И все. Вот он, пошел. Рассказать обо всех вам. Вот дальше я перейдерзу, смотрите. Слать не обязательно. Отсылать можно простыми письмами, потому что ни в Государственной Думе, ни в Администрации Президента ваши письма, их сам ни один депутат, никто не открывает, что заказные. И не передает. Их вся почтовая служба вскрывает, их перекладывает, перебрасывает в ящик. Поэтому лучше больше простых, чем одно заказное. А потом дальше? Пусть объединиться, организоваться. Вот 24-го я еду в Ставрополь, там несколько десятков родителей, собралось, объединились. Точно так же там рассказывают. Десятка. Десятка. Речь идет о 100 тысяч набрать, и только тогда они просчитают, но тоже ничего не даст. А если сейчас весь народ будет, это невозможно, ну как, ситуацию демографическую как. Каждая женщина будет рожать 10 детей, и бабки, и все. Согласна? Нет, а что? Что болтать-то зря? Ну, это как говорил это Анвар Саддат, что он говорит? Что у нас, говорит, атомная бомба, матка женщин, мы взорвем весь мир. В среднем, каждая мусульманка приносит 8,1 ребенка. В среднем, у русских 1,8. Ну, что тут не понимать-то? Ну, надо просто данность принимать, как есть, молиться, и в этой ситуации уже работать. А как работать? Молиться. Но, когда, если вы знаете, нападает, советовали раньше, говорит, самое правильное, брать чистую простынь и вдоль забора потихоньку на кладбище сразу, чтобы с собой не возили, за ноги тебя не таскали. Что тут выдумывать-то? Нас пока здесь не зажали. Дальше. О том, как эффективно бороться с автоматизированной обработкой профессиональных данных, в том числе биометрических данных, а поменьше доверять некоторым выскочкам. Вот так. А мы отнесем как раз к ним, к выскочке. Вот он сидит первый. Теперь как они придумали? А наши данные они все фиксируют. Они теперь там... Это понимаете или нет? Это все данные мои. Какие данные? Вот я сижу, какие? Я работал. Какие данные? Это рост мой, метр семьдесят два. Вес шестьдесят пять килограмм. Ну дальше что они знают? Беззубы они знают. Дальше что? Я глухой, они это знают, я сам хожу. Ой, персональные данные, кто-то узнает. Но дальше-то люди не трогаются. Теперь они по-другому говорят. Ну сейчас такие персональные данные. Они узнают, какое у тебя сердце, какие печени. Для этого узнают, чтобы вас размонтировать, богатому органу продать. Ну явно, что рассчитано на совершенных идиотов. И все... Ой, за органы держат. А у всех больное. Кому они нужны? Трухля. И ребятишки маленькие больные. А это их воруют на органы евреи. Вот у них маца, это младенческая кровь, приносят ритуальную жертву и на крови. Я говорю, вы маленько-то хоть, ну маленько-то на человеческий ум-то обратитесь. Евреи младенцев воруют, когда кровь животных запрещена. Считайте деяния пятнадцатая глава. Кровь запрещена. А теперь бы они человеческую брали, мешали, ели. Когда у них кошерная пища, она щищенасы. Не сдохлые. Ни свинины там нету. Ну что вы дурью маетесь-то? И те, которые примыкают к ним, которые боятся, они не хотят думать, никого не слушают. Он говорил, говорил, а потом привел. Ну я поехал. Там уже собралось 10 человек, которых он еще не знает, кто подпишется. Суд был над антихристом, как говорят. Доказали 666. Там цифра эта есть. И выводцы отсюда можешь принимать, не принимать. А теперь они хотят от этого убрать. Он говорит, нарушается статья Конституции. Уже твои слова ничего не значат. Конституция тоже меняется. Депутаты проголосовали такой-то пункт изменить. Путин здесь. Путину разрешили вводить войска в Украину. Проголосовали. Утром-утром Путин проснулся. Ну надо, что придумали. Он говорит, а сегодня заседание. И показывает. Дома проголосовала снять эти полномочия. Не имеет права на Украину вводить войска. Все. Вот такую карту разыграй. Он-то избранник. Если бы он был какой-то не президент, а царь, который самостоятельно все делает. Ну с кем советовался Петр Первый? Дома нужна была какая-то. Нет. Иван Грозный советовался. Кто не советовался, накол его. Как это, Иван, это, один день, или не один день, это называется, Иван Васильевич меняет профессию. А у меня был такой летун, хотел летать. Вычил кто-то. Я как, на пороховой бочке его посадил. Он, знаешь, как взлетел у меня. Вот и все. А этот накол. Вот там любовник нашелся у Петра Первого. Тут уже его, этого майора достали. Привезли, допросил его. Теперь кол на смоле, наглаженный, посадили задницы, пока кол через внутренности пройдет. И где перед комнатой жены? Ну, надо к примеру сказать, чтобы она смотрела и видела, и вот он твой любовник. Скажем, будет так. Утро стрелецкой казни, посмотри. Все, да зачем мы пристали? Да Софья, она, да, то другое. Все кончилось. Я к примеру говорю, не хочу даже имена называть. Вот он заканчивает, смотри. Которые пытаются делать пиар на таких глубинных, патриотических и важных для нас вопросах. Ну, извините, что... Всего доброго. Ну, понятно. Увидели мы, ну и что? Я только помолился об этом. Обращение, телеграммы, тексты, документы. Нуль. Даша говорит, это нуль, а большой нуль. Ничего тебе это делать не надо. Да как? Ну, ты знаешь, что Христос придет. Ну, давайте... Господь говорит, ночь, день, зима, лето будут. Давайте весь уголь соберем. Вот сейчас на улице 30 градусов мороза. И зажгем везде вокруг города Барнаула. И везде зажгем. На расстоянии хотя бы километров 5. Температура изменится? Ничего нет. Ветра никакого нет. Оно кверху поднимается. Ветра-то никакого не будет. И хоть какую температуру на улице развивай, она зима пришла. И откуда холод-то непонятно идет. Вот сейчас даже снега еще нет, осень устаешь. Холод. Откуда он холод-то пришел? Бог назначил. А это что говорят синоптики? Пусть они говорят, Бог назначил. Все на этом. Богу слава. Аллилуйя за все. И за этих депутатов. Благослови их, Господи. И президента нашего. Сохрани от покушения на него. Да и каждого. И Дональда, и Эрдогена, и Амана, и всех. Богу слава. Богу слава.